Здравствуйте! Это программа «Постфактум» и я ее автор и ведущий Артем Кудинов. Завершился 2019 год. Каким он был для Алтая и оправдал ли ожидания жителей края? Не секрет, что многие граждане надеялись. Вот пришел новый губернатор, сменилось краевое начальство и все быстро начнет меняться к лучшему. Надежды эти, увы, не оправдались. По щучьему велению ничего в этой жизни не происходит. Чтобы случились перемены, чтобы жизнь наша алтайская хоть чуть-чуть начала меняться к лучшему, нужны время и деньги. Ну и самим надо голову и руки приложить. Однако есть, есть положительные сдвиги, о которых не стоит забывать. В первую очередь мы стали во весь голос, прямо и открыто говорить о наших проблемах. А их полны полно. Живем мы пока бедно и плохо, хуже, чем многие наши сибирские соседи. И слава Богу, что Алтайский край услышали в Москве. Федеральное правительство разработало программу ускоренного развития Алтая, готово в особом порядке помочь нам деньгами. Будем надеяться, что уже в этом году мы все ощутим результаты этой поддержки. Как мне кажется, минувший год в Алтайском крае прошел под знаком экологии. Причем в защиту окружающей среды оказалась вовлечена широкая общественность. То он задал Барнаульский парк Изумрудное, к возрождению которого подключились власти края и Барнаула, за что им особая благодарность. Ну а что касается алтайских лесов, так грандиозные пожары в Сибири прошлым летом наглядно показали, что пока без лесохозяйственной деятельности, без лесопромышленников, алтайским лесам просто не выжить. Ну а главный экологический вывод, который следует из итогов 2019 года, с моей точки зрения такой. Защитой природы должны заниматься специалисты. Причем экономические интересы края и его жителей должны быть на первом месте. Кстати, об экономике. Как бы сложно мы не жили, край наш развивается. В прошлом году заработали крупный деревообрабатывающий комбинат в Павловске и большой кожевинный завод в Заринске. Появились сотни рабочих мест, в краевой бюджет пошли первые доходы от работы этих предприятий. В наступившем году ждем пуска новых производств и в других городах и территориях края. Ну и как вишенка на торте завершился год театра. Он стал для алтайских театров не только годом творческих успехов, но и реальной и конкретной помощи со стороны краевой власти. Шутка ли, в кои веки правительство региона построило целый дом для работников культуры, а алтайские артисты получили наконец свое жилье. Новоселье отпраздновал и целый театр, рубцовский драматический, где завершился капитальный ремонт. С чем и поздравляю от души всех рубцовчан. Ну вот, скажете вы, расписал, как все замечательно. А на самом-то деле, соглашусь, минувший год был сложный, да и наступивший 2020 не обещает легкой жизни. Поэтому будем обо всех трудностях и проблемах и впредь говорить прямо и открыто, невзирая на лица. Ну и конечно, будем жить и трудиться дальше, надеясь на лучшее. И по возможности постараемся быть счастливыми, чего от всей души всем и желаю. Это была программа Постфактум и я и автор и ведущий Артем Кудинов. Новая неделя даст новую пищу для размышлений.